В чем разница между дизайном инфографики за 100, за 1000 и за 2000 рублей? Имеет ли смысл переплачивать за дорогого дизайнера? Или же между ними нет никакой разницы? И цена обусловлена только тем, насколько дизайнер популярный и на слуху. Для этого видео я заказал дизайн инфографики сразу у трех дизайнеров, для того, чтобы мы вместе с тобой попробовали ответить на все эти вопросы. Меня зовут Рома Райт, на этом канале я рассказываю про маркетплейсов. Поехали! И перед тем, как начать, хочу тебя предупредить, что иногда ты будешь меня видеть не совсем в фокусе. Он у нас немного слетел на одной из камер, но это никак не помешает твоему просмотру. Давай начинать. На всякий случай уточню, я уже снимал видео такого формата. Ты можешь посмотреть последнее, оно доступно вот здесь вот, и вышло ровно год назад. Вот спустя год мы возвращаемся с этой темой. И в тот раз, когда я заказал подобное, и мы также заказывали за 100, за 500 и за 800 рублей дизайн, я очень сильно удивлялся тому, что в целом все дизайнеры были не очень. Но там логично, что хуже всего дизайн оказался за 100 рублей. В этом видео выйдет все немного не так, ты увидишь по ходу. Поэтому обязательно досматривай до конца, будет очень интересно. И давай сразу перейдем к тому, какой дизайн инфографики нам нужен. Во времена, когда я сам делал дизайн инфографики, у меня было правило. Во времена, когда я сам своими руками делал дизайн инфографики, у меня было правило. Я не брал проекты, у которых было пошаговое теза, потому что клиент, как правило, делал его фиговым. И это означало то, что заказ будет полностью ужасным, и ничего хорошего из него не получится. И я был тем, кто говорил, ребята, я знаю лучше, чем вы, приносите мне ссылку, я найду сам контент, я найду все остальное. Собственно, про это я рассказывал буквально вчера в видео про то, как стать дизайнером инфографики сейчас. Тоже можешь посмотреть. Так вот, в этот раз мы поступили точно так же. Мы взяли вот такого вот конкурента на зоне. Просто абсолютно рандомный товар, не думаю, что в нем есть что-то важное. Но опять же, этот товар должен быть сравнительно легко сделать, потому что это электроника, и с электроникой на самом деле всегда все проще. Потому что стилистика ей нужна очень простая. Здесь инфографика ужасная, и, конечно же, для нашего дизайнера будет стоять задача ее улучшить. Хотя эту карточку мы в том числе будем отправлять. И давай посмотрим карточку на 1688, которую мы скинули для того, чтобы дизайнерам было где брать фотографии. И вот такая простая карточка у нас есть. На ней есть уже какие-то УТП, то есть дизайнеру на самом деле достаточно будет просто перевести вот эти УТП. Для того, чтобы понять, что это за товар, как с ними работать. Здесь ниже есть Rich Content, который у меня, к сожалению, не прогрузился. Но вот он есть. То есть дизайнеру вообще ничего придумывать не надо. Вот прямо берись 1688, переводи через Google Translate, и будет тебе счастье. После чего нужно было найти дизайнеров. Я взял всех с Авито, потому что это было максимально просто. Я выбрал регион Москва и написал дизайн инфографики в поиске. После чего выбрал три карточки на рандом, которые, видимо, рекламировались. Либо не знаю, почему они были одними из первых. У нас будет три дизайнера, один из которых будет за 100 рублей. И давай как раз таки поговорим о нем. Вот такая карточка. Всего два отзыва у нас есть. Немного обещающей работы никак это не оформлено. И поэтому здесь, конечно, куча вопросов. Ведь, скорее всего, нам сделают фигню. Хотя вот это вот, к слову, видишь, то, что здесь у нас есть на Авито, это неплохая работа. Если это новичок, который не знает. Вот, допустим, эта девушка только что изучила фигму. Я не знаю, допустим, к нам приходила на обучение. Вот для новичка это очень и очень хорошая работа. И для ценников 100 рублей это тоже очень и очень хорошая работа. Думаю, каждый из вас это сам понимает. И, конечно же, дизайнером писал не. Мы попросили Марину из нашей команды, чтобы она сделала это за нас. Кстати, именно ей вы должны быть благодарны за то, что видео у нас выходит каждый день. Потому что именно она отвечает за их согласование и производство. Благодарность в комментариях. А теперь давай коротко о том, что мы написали в итоге. Мне нужна только заглавная карточка и есть ссылка на товар на 1688, а характеристики можно взять у конкурента. Да, хорошо, давайте ссылку. Хорошо, поняла. Постресс к вечеру прислать и дополнительно уточнили, откуда брать характеристики с первой карточки или нет. Хотя, на самом деле, опять же, если ты планируешь стать дизайнером инфографики, либо же, если ты клиент и отправляешь дизайнеру ссылку, то как-то странно, что этот дизайнер будет спешить. Опять же, есть разный вид дизайнеров. Есть те, кто делает именно дизайн. Их можно понять, хотя, как по мне, и я всегда это говорил, дизайн инфографики это не про дизайн. Это дизайн очень косвенно. Абсолютно пофигу, какая это будет картинка. У меня давным-давно очень на малом количестве товаров есть нормальный дизайн. Потому что это все хрень полная. Есть продажи, это хороший дизайн по меркам дизайна инфографики. И это нужно всегда учитывать. Поэтому дизайнер инфографики, так или иначе, можно со мной спорить, что всегда все люди делали, должен быть чуть-чуть маркетологом, копирайтером и аналитиком. Потому что он сам должен понимать, что и где нужно вставить. Опять же, только такой дизайнер может зарабатывать какие-то большие деньги по меркам дизайна. Как когда-то, условно, я зарабатывал свои 300 тысяч рублей, что больше, чем какой-нибудь магазин на полтора-два миллиона на озон может продавать и получать чистую прибыль. Вот таких специалистов до сих пор нету. Поэтому приходи к нам на интенсив по дизайну инфографики. Там мы подробно расскажем тебе и покажем весь путь дизайнера. Начиная от того, что ты познакомишься с программами, поймешь теорию дизайна и самое главное, сделаешь свои практические работы для портфолио. Для того, чтобы потом в дальнейшем найти клиентов. А клиентов мы, кстати, будем искать вместе с тобой. И я лично буду проверять каждое твое домашнее задание. Поэтому ссылка в описании. Переходи, регистрируйся. Абсолютно дешевое обучение. Купишь его буквально за два заказа, что дает тебе больше уверенности в том, что это обучение закончится для тебя успешно. Жду тебя там, а мы будем продолжать и переходить к заказу следующего дизайна. Теперь мы повышаем ставки. И дизайн стоит уже 500 рублей. В пять раз больше, чем наш прошлый. Вот такая вот карточка. Всего один отзыв. Не знаю, как мы так нашли именно этого дизайнера. Но это, в общем-то, и не важно. Если мы будем листать, то также увидим, где-то сравнительно нормальные работы, как вот эти джинсы. Где-то абсолютно ужасные. Как... Это ж спойлер. Как это здесь оказалось? Ну, можно было попозже. Теперь, пока мы не показали тебе спойлер, который я не знал, что здесь будет. Видимо, это просто дизайнер прям совсем новичок. И если он добавил нашу работу сразу же к себе, не оформляя, значит, скорее всего, мы были чуть ли не его первым клиентом. И действительно просто сработало продолжение авито. Давай полистаем, что у нас здесь есть. Стандартный 4 фото стоит 1600 рублей. 300 рублей за каждое последующее фото. Очень дешево, как хочу заметить. Расписаны все на свете услуги. На смайлике тоже не поскупился. Все очень и очень подробно. И это классно. Тут целое описание даже есть. Господи, все классно. Предоплата, сумма зависит от выбранных услуги. Один в один работа своих предыдущих клиентов не повторяет. Все, чтобы у всех, кто обращался ко мне с дизайном, всегда были индивидуальные карточки и не повторялись у компрентов в дальнейшем. Звучит действительно круто, поэтому отправляем это на дизайн и идем к следующему. Со следующим дизайнером вышло сильно веселее. Ведь теперь, когда мы смотрим, здесь от 400 рублей за услугу. Вот такие вот карточки. При том, что так как заказывал это все не я, как вы уже поняли, я не выбирал особо. То есть я просто посмотрел, посмотрел по ценникам, такой думаю, окей, и отправил Марине, соответственно, чтобы она это все согласовывала. Чтобы мое имя здесь никак не светилось, потому что так или иначе, меня могли бы узнать, как бы это ни было. Здесь мы видим следующее. То, что на самом деле, понятно, я бы такую работу не заказал бы за 2000 рублей, сколько мы заплатили этому дизайнеру инфографики за наш дизайн. Но так вышло, и вот я прямо сейчас уже вижу, что и у этого дизайнера, замажьте это, пожалуйста, находится наша работа уже здесь. Что мы делаем? Что мы говорим при этом? Ну, понятное дело, мы брали дизайнеров с авито. То есть за 2000 рублей можно найти хороший дизайн инфографики. Допустим, наш дизайн инфографики, также за обложку, стоит 2000 рублей. Но речь не об этом. Мы посмотрим все работы. Я сейчас не пытаюсь сделать рекламу нам. И первое, что я хочу заметить, что теперь, когда мы листаем это все, прайс этой девочки 900 рублей за главное фото. Где мои 1100 рублей? Скажите мне, пожалуйста. В конце видео, я думаю, ты и сам поймешь, почему она решила спустить свой ценник больше, чем в два раза. Но вот когда мы ей писали, у нее в описании было 2000 рублей. О чем мы ей пишем? Добрый день. От 2000 рублей за одну карточку будет. Верно? Нам отвечает. Да, все верно. От меня достаточно ссылки на товар. Отправьте, я посмотрю. От вас еще также нужно пожелание. Что именно хотите видеть? Если не знаете, то я сама проведу анализ и предложу 2-3 варианта. Звучит действительно хорошо, поэтому давай смотреть дизайн инфографики, который у нас получился. Но я сразу предупрежу. Я не буду говорить тебе на старте то, где и чей дизайн инфографики. Ты попробуешь сделать выводы самостоятельно, и после чего в конце видео ты, конечно же, это все узнаешь. А теперь давай переходить. Что ж, первая работа. Давай смотреть. Вот такой вот массажер микротоковый у нас получился. Причем сделали даже несколько вариантов. Тут прям можно разгуляться. И я думаю, что если ты хоть сколько-то продаешь на маркетплейсе, то ты уже понимаешь, в чем здесь проблемы, в чем здесь ошибки. И, конечно же, это ужасная работа. Во-первых, если ты дизайнер инфографики, блин, да пожалуйста, не ставьте вы вот эту вот хрень с водными знаками сюда. Если я захочу, мне понадобится 2 минуты, чтобы этих водных знаков не было нигде. Вы теряете в качестве с презентации своих работ. Вы, в принципе, показываете, что для вас вот это вот важно. И как-то странно, я ни разу в жизни ни одного водяного знака не поставил на свою работу. А уж тем более, если вы работаете, когда вам полностью оплачивают сразу. Честно сказать, не помню, мы сразу оплатили или нет. Но сам факт, то что здесь логика простая. Просто берите все пред оплатой стопроцентную сумму, потому что даже в моей жизни были ситуации, когда меня кидали. Бывают и недобросовестные специалисты. И это совсем другое. Но вообще-то специалист хотя бы, может быть хоть как-то медийным. Но условно-странно заказывать что-то у меня, предполагать, что я заберу ваши 5000 рублей и скроюсь навсегда. Когда как бы я уже давно здесь рассказываю и было бы странно жертвовать своей репутацией ради такого. Да, у меня немного больше, наверное, накопленного доверия, но в целом это касается абсолютно любого. У дизайнера, у которого есть 200 подписчиков и у клиента, о котором он не знает ничего, даже фотографию часто, у дизайнера ситуация более выигрышная. Поэтому он и должен брать 100% предоплату, поэтому даже если ты новичок или в принципе только-только вот решил начать учиться, не знаю, обязательно знай важную вещь. Бери всегда предоплату полную и потом уже решай с клиентом все вопросы. Возвращай деньги, не возвращай, если ему не понравится. Это абсолютно не важно. Поэтому, если мы будем разбирать, что в этой работе не так, то если честно, все. Почему здесь два их? Почему мы не говорили, что мы продаем набор? Нам одна карточка нужна. Что это такое? Почему здесь 5 УТП? Объясните мне. Что вот это за выравнивание? Простите, я не делал дизайну своими руками уже больше, чем практически год, но я до сих пор знаю, что вот оно, ну типа, почему так выравнивание иконок. И это все должно быть либо по центру, либо по верхнему краю. Ну это важно, потому что от этого меняется читаемость. То же самое, но неужели было лень сделать нормальное выравнивание? Да, товар, может быть, можно было бы поставить, но что это за подставка? Почему товар в нее не умещается? Где какие-то естественные светы для товара? Наш бы дизайнер повесился, если бы мы ему сказали, что мы ему платим там какую-то сумму, а этот дизайнер взял больше за дизайн на графике. Это ужасно. Но если мы будем листать дальше, то увидим следующее. То, что да, здесь есть еще какие-то работы, но все они точно также ужасные. Потому что, ну что это такое? Почему это выглядит, как какая-то 2D-картинка плоская? Товар должен быть красивым. А благодаря этому дизайну товар потерял во внешнем виде и потерял достаточно сильно. В итоге, мне кажется, возьмем мы просто фотографии с 1688, такими, как они есть, возможно, даже с китайскими символами. Этот бы дизайн был лучше. Теперь к самому интересному. Сколько стоит этот дизайн? Ты можешь написать в комментариях, а мы будем переходить к следующему. Следующий дизайнер единственный, кто удивил меня из всей подборки. Правда, удивил, и работа для новичка очень даже неплохая. Поэтому давай смотреть. Вот так вот это все дело выглядит. И, давай честно, эта работа достаточно простая, но здесь также есть какие-то неточности. Ну, в формате вот здесь вот точно неверное выравнивание. Но моему глазу это не цепляется, как и здесь, потому что, в принципе, читается это все нормально. Да, здесь чуть-чуть загораживается текст, и его неудобно читать. Но в отличие от прошлой работы, он загораживается не так сильно. Да, можно было бы сделать товар вот где-то вот так вот побольше, а текст оставить вверху. Но визуально выглядит действительно хорошо. Визуально товар размывается на фоне, но, опять же, повторюсь, что эта работа, она делалась явно новичком, и поэтому это нормально. То есть, единственное, что мне не нравится, что УТП много, все их сделали, все просто скопировали это с карточкой конкурента, поэтому это плохо. Но в целом, да нормально, и работа действительно хорошая. И это будет единственный дизайнер, ссылку на которого мы оставим по итогу видео. А какая будет у него цена, ты узнаешь чуть-чуть позже. Давай посмотрим последнюю работу. Итак, далее у нас будет первая работа, которую дизайнер догадался просить и сделать под озон. Это классно, потому что на озоне конкретно эта карточка квадратная, поэтому дизайнер здесь молодец. Но следующее, очень странно, почему здесь не читается текст? Как бы товар стоит, вроде бы все неплохо, но если мы будем говорить о том, зачем здесь вообще эти иконки нужны, сделай ты их тогда вот в этих вот плашках. Вместе с этим фиолетовым фоном сделай линии иконок потолще, потому что у тебя толстый шрифт, почему здесь тонкий, здесь толстый, почему вот так вот написано для лица. Но в целом работа тоже неплохая, если бы мы за нее не заплатили, правда, те деньги, которые мы заплатили. Но есть и важные какие-то классные вещи, например, действительно читаемый текст здесь, но абсолютно не читаемый здесь. Есть неплохая фотография, которая вклинина в фон, но качество этой фотографии абсолютно ужасное, хотя важно, мы брали это качество из телеграма, специально нас просили и прислали к файлам. И, соответственно, мы получаем ситуацию следующего. Работа могла бы быть неплохой, но ее стоимость была тысяча рублей. Здесь уже можно сказать, и за тысячу рублей можно найти дизайн сильно лучше, чем дизайн вот этот вот, потому что здесь куча ошибок и всего остального. Теперь ты, наверное, хочешь меня спросить, а сколько же стоил другой дизайн? И вот дизайн дизайнера, которого мы сказали, что порекомендуем тебе по ходу этого видео, то есть вот этот вот, мы сделали за 100 рублей. Поэтому, я не помню, как зовут девочку, спасибо тебе, это действительно неплохой дизайн, поэтому мы оставим на тебя ссылку в описании. Если кто-то, допустим, не хочет делать карточки самостоятельно и у него нет бюджета прийти к нам в агентство, за 100 рублей, поверьте, это неплохо. И дополнительно, как ты понял уже, та работа, которая была в самом начале, стоила 2000 рублей. Какой ужас. Мы за это 2000 заплатили. При этом здесь тоже важно сказать, все ли работы так делаются за 2000 рублей. Нет, конечно. Вот примеры наших работ за 2000 в агентстве. И помимо нас, есть еще куча людей, которые делают так. Мы просто брали с Авито, и тут будем честны, мы не пытались выбрать специально хорошего дизайнера, мы взяли просто первого попавшегося. Потому что так, скорее всего, будет с каждым клиентом. Мы брали с Авито, но если ты заешь на Авито, и введешь, то в первой строчке у тебя будут именно такие. Именно поэтому мы всегда говорим с селлером на обучение, то что ребята, обучитесь вначале самостоятельно. Вы пойдете и сделаете потом вот это вот за 2000 рублей, и это будет ужасно, и лучше бы вы сами сделали на белом фоне. Вы каждый должны это понимать. Ведь если не понимать, что такое хорошо, что такое плохо, то тебе сделают плохо, сделают за оверпресс, и по итогу ты даже этого можешь и не понять. В этом и есть главная проблема, как торгуют новички на Озон. Они не пытаются разобраться, идут к специалисту, потому что думают, что он знает гораздо лучше, чем они, а по итогу оказывается, что знает он примерно ничему. Деньги заплачены, работа сделана отвратительно, и в случае с дизайном инфографики это тебе почти не навредит. Вот следующее видео у нас будет про подбор товаров, где мы заказали его точно так же абсолютно у разных специалистов. Поэтому если вы хотите увидеть такое, то обязательно пишите в комментариях под этим выпуском, и обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал по подсказке на экране, по ссылке в описании, там будет уведомление, там мы обсуждаем новые выпуски, и в принципе много чего обсуждаем. Поэтому обязательно подписывайтесь. Ну а теперь самое главное, ответим на вопрос. Первое. Как выбрать дизайнера инфографики? И здесь ответ не очевиден. Во-первых, ищите дизайнера инфографики явно не на авито. На авито полная фигня, и это невозможно. Ну, дизайн за 100 рублей, понятно, можно и на авито найти. Это очень дешево. Вот когда мы говорим о каком-то профессиональном дизайне, типа как прийти к нам, нас ты, например, не найдешь ни на одной площадке, типа фриланса и так далее. Потому что нам это не нужно. У нас и так клиентов вполне себе достаточно, для того, чтобы мы о них не думали, и мы их дополнительно не искали. И именно поэтому всегда и всем говорю, заказывайте вы в Ютубе. Это очень странно, но именно так я ищу себе специалистов. Я просто вбиваю пояс в темы, которая мне нужна, нахожу какого-то специалиста на раннем начинании, как когда-то был я сам, и заказываю него. Это помогает мне увидеть какое-нибудь видео этого человека. Понять, как он мыслит, понять, точно ли мы с ним сработаемся. Да, это также не всегда помогает, но как минимум, я точно буду уверен в том, что это был мой выбор, это был не рандом, я выбрал этого человека. Помимо этого, есть такая платформа для дизайнеров, как Behance. Можешь искать там. Опять же, но чтобы тебе правильного дизайнера найти, если ты ничего не понимаешь в дизайне, тебе для начала нужно понять, что такое хороший, что такое плохой дизайн. Например, мы в обучении всем специалистам и селерам, кто приходит к нам на дизайн инфографики учиться, все вначале даем задачу нет, не сделать работу. А мы вначале рассказываем, что такое плохое, что такое хорошее, для того, чтобы хотя бы научиться это отличать. Ведь если научишься это отличать, это уже полбеды. Значит, когда ты будешь делать это самостоятельно, ты будешь знать, ой, я делаю полную фигню, надо переделать. И это будет помогать тебе делать работы лучше. А если ты не будешь знать, как делать с хорошей работой, то как тебе ее сделать просто? Именно поэтому тебе вначале нужно прокачать насмотренность и только потом уже идти там делать дизайн самостоятельно, либо идти выбирать среди дизайнеров по портфолио и так далее. Поэтому заказывай тем, чьим мыслям ты доверяешь. И не заказывай у тех, о ком ты ничего не знаешь. Это не всегда работает так, к сожалению. Но чаще всего это действительно оказывается очень и очень хорошей стратегией. Теперь к дизайнерам, которые смотрят это видео. У вас, наверное, возникло два формата вопросов. Первый. Почему же вы такие умные, сидите, зазираете других, а сами свое не показываете? Во-первых, показали, и всегда можно посмотреть у нас в Телеграм-канале агентство «Новые работы». По ссылке в описании будет. Там же Телеграм-бот для заказа. Но логик в том, что еще с прошлого видео у меня всегда было два хейта в сторону вот подобных видеосравнений. Первый. Почему вы не сделали сами, чтобы показать, какие вы крутые? А второй. Если бы я показал, как мы делаем сами, что я сделал в этом видео и выбрал сделать так, то нам бы сказали, блин, да это видео только ваш пиар. Да, мы в этом видео даем ссылку, в отличие от прошлого, где этого не было и не показывали, как я делал это самостоятельно. Потому что здесь мы решили, что, ну, наверное, вот так вот будет лучше. Для того, чтобы было понятие, как мы их сравниваем, можно перейти к нам всегда в Телеграм-канал, посмотреть какие-то хорошие работы, кому-то ими вдохновиться, кому-то принять решение о заказе и так далее. И в-третьих, если ты начинающий дизайнер, только учишься, нет ничего зазорного, работать за 100, 200, 500 рублей. Это вполне себе окей. Как та самая девочка, которая работает за 100 рублей, явно набивает в себе практику уже делать неплохие работы и дальше будет лучше. И когда-то я сам поднимал ценник, начиная с 1800 рублей до финальных 6000, которые мы оставляем на протяжении уже больше, чем полгода. Хотя поднимем в конце этого месяца, после серии вот подобных видео, где мы понимаем, что у нас действительно достаточно дешевая цена. И во-вторых, то, что если ты только начинаешь, учишься и делаешь вот такое вот за 2000 рублей, ты должен сам понимать, какой ужас ты делаешь и берешь за это такие деньги. То есть нужно понимать, что понятное дело, что люди платят в большинстве своем не за эффект, не за результат, а они платят тому, кому они доверяют. Ну, возможно, они начали доверять тебе вот сейчас. И ты делаешь такой шлаг. Ну, как бы, это странно. И если ты понимаешь, что твой уровень работ далек от идеала, ну, не надо делать такой ценник, как минимум. Потому что от этого будет негатив. И мы видели, что девочка эта, в итоге, наверное, то, что у нее никто не заказывает. А у меня была такая шутка, причем мы здесь ставим скрешот, когда мы только заказывали. Я ровно это и писал, что думаю, мы единственные, кто заказали у этой девочки за 2000 рублей. Судя по тому, что она скинула ценник до 900, скорее всего, так и было. Поэтому, неважно, дизайнер инфографики вы или сейлер, учитесь, приходите к нам на интенсив, там все достаточно просто. Ссылочка в описании. А если ты та самая девочка, которая делала нам за 100 рублей дизайн, то просто напиши тому, кто у тебя заказывал. Мы дадим доступ бесплатно, от тебя только адрес электронной почты. Спасибо, что вы были с нами все это время. Последнее видео вот здесь вот. Пока. Пока.